Я журналист. Много лет назад я приехал в Тёмный, чтобы написать материал о странных и загадочных событиях, которые здесь происходят. Но то, что я здесь узнал, оказалось за гранью понимания. Каждый день ко мне приходят те, кто живёт в Тёмном и рассказывают всё новые и новые истории. До сих пор не знаю, где в этих историях правда, а где вымысел. Но каждый рассказ убеждает меня в том, что существуют иные, потусторонние силы, живущие здесь по своим правилам или без них. Многих моих героев уже нет в этом мире. Впрочем, в Тёмном стёрты границы между этим миром и тем. Зато остаются истории. Я сохраню их навечно в дневниках этого города. Дневниках Тёмного. Граф-б Rightf contrad Storm Граф-б tá producto! Граф-б Rightf Субтитры с памятники Граф-б tá prog very well wayн Х浅 п encanthou aliment�� Дюльги Граф-б'd Дюльгу Граф-б quand Дюльгу В Темный я приехала с родителями недавно. Они думали, что я пойду в школу, а потом в университет. Но, честно говоря, я об этом даже не думала. Я всегда знала, что буду несчастна. Что в любви, что в карьере. Ведь с такими, как я, никто не хотел иметь дела. Я урод! Я урод! Что случилось? Марицы и Слеча любили меня. Но у них не было денег на операцию. Но она постоянно все издевались. В темном было то же самое. У меня не было покоя. Эй, красотка, куда спешишь так? На свидание? Да нет, она спешит людей пугать. Я всегда знала, что в этой жизни пока меня не будет. Надежда была на мир иной. Слушай, Алина, я тут слышал в салоне красоты подопытных свинок и еще. Ну, куда ты убегаешь, дурочка? Я же помочь хочу. Сама убийца хотят выглядеть красиво в момент смерти. Я не была красива при жизни. Подумала, может быть, смерть меня украсит. Ты что делаешь? А то иди отстань от меня. Посмотри. Ты что-то не полезна? Я сама от себя такого не ожидала. Взяла и высказала мне знакомцу всю свою жизнь. Он был таким красивым и добрым. И так замечательно слушал. Знаете, я была верна, что никогда его больше в жизни не увижу. Это как в поезде. Поэтому и высказала ему все. Вот так я и живу. Как думаешь, стоит так жить? Стоит. И я докажу тебе, что в жизни есть не только черные. Алина смогла выговориться и на следующее утро чувствовала себя прекрасно. Но потом ей снова пришлось идти в школу и опять видеть своих обидчиков. У меня от одного вида этой парочки начиналась мигрень. А депрессия возвращалась и усиливалась. Мне нужна энергия. Причем срочно. А то здесь вообще уже нефиг ловить. Еще пару человек и мы можем переводиться в другую школу. Блин, вот Алину буду бить. Она так классно, она все реагирует. Мне ее энергии реально хватает на несколько дней. Серьезно? Да. Школа у нас была какая-то странная. Все ходили вялые, как сонные мухи. Только Лизе и Руслану было все нипочем. Вечно находили энергию на какие-то гадости. Я не хочу. Нет, можно? Привет. Чего? Добрый день. Меня ждет маленький сюрприз. Успокойся. Привет. Вот это совпадение. Все-таки у меня прицепился. Другого места нет? Я рад, что мы встретились. Я думаю, мы подружимся. Я так не думаю. Так и не прошло. Как это ты сделал? Не бойся. Все, что я видел и все, что я слышал, останется между нами. И еще, ты очень красивая. Я хочу, чтобы ты это поняла. Я когда его увидела, я поняла, что влипло. Я ему все рассказала. Мне показалось, что он даже понял и посочувствовал. Но когда он загорел в моей внешности, я его возненавидела. Не хотелось, чтобы он меня еще жалел. В квартире Алины верхний свет всегда был выключен, чтобы она не видела свое отражение в зеркалах. Дома происходило что-то странное. Кто выключил свет и кому нужно было сдирать покрывало, зеркал. Сначала подумал, что про эскидные парочки, но как они зашли ко мне в квартиру? Я не понимаю. На следующий день Гаврил попросил прощения у Алины. У тебя есть внутренняя красота, и она важнее внешней. Да, да. Я уже это слышала. Я серьезно. Эту красоту не сразу видно. Ее надо разглядеть. Зато ее видно в зеркале. Зеркала врут. Не верим. А кто захочет смотреть, что находится под такой поверхностью? Ты ошибаешься, и скоро я тебе это покажу. Мир? Знаешь, у меня вчера дома такие странные вещи с зеркалами происходили. Может, это был знак? Конечно, я простила его. Мне ведь так нужны были друзья. Но тогда я не обратила внимания на его слова о знаках и зеркалах. Извините. У меня постоянно было хорошее настроение. И Лиза и Руслан даже не приближались, когда Гаврил был рядом. И знаете, впервые я поняла, что жизнь прекрасна. Слушай, ты не слышала, что в темном могут жить странные люди, и даже не совсем люди? Ну, говорят, и оборотни, и вампиры. Но, честно говоря, я в этот бред не верю. Но вампиры бывают разные. Они могут сосать кровь, а могут пить человеческую энергию. Но это как, энергетические? Да, на самом деле они очень опасны. Если они высосут всю энергию у человека, человек может умереть. Ну, а как с ними бороться? Рисуешь вокруг себя круг. Ну, а пока я буду рисовать круг. Они же из меня всю энергию уже высосы. Нет, мысленно. Это займет секунду. Делай так всегда при виде Руслана и Лизы, хорошо? А они при чем? Никогда не замечала, что при встрече с ними у тебя резко ухудшается настроение. Чувствуешь усталость. Да, они странные, но энергетические универы. Впервые за долгое время Алине стали сниться сны с незнакомцем. В ту ночь я впервые увидела его лицо. Странно, я думала, что все мои сны и мысли о Гавриле. И чуть с ума не сошло, когда увидела, что это Руслан. К чему был этот сон? А потом, казалось, сама судьба начала сталкивать ее с Русланом. Помогите! Помогите! Господи, Руслан, что с тобой? Это собака погрызла. Или отберется? Ладно, скоро быстро вызвать. Никакой скорой, никаких врачей. Отведи меня домой, дальше я сам. Слушайте, что ли, она уже может быть бешеная. Да не бешеная она. Ухоженная бойцовская пропоза. Господи, вставай, пожалуйста, аккуратно. Ты же больница. Вставай, 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 я тебя к себе поведу, пожалуйста, пришли. Аккуратно, аккуратно. Типа, рано по моему дому. Аккуратно, не больно тебе? Пошли. Знаешь, я на твоем месте. Стал бы меня подыхать. Слава Богу, я на твоем месте. Ну все, будешь как новенький. Спасибо тебе. Да не за что. Чаем угостишь? А Лиза ревновать не будет? Это уже не твоя забота. Ну хорошо, тогда я сейчас принесу. У меня как раз два кусочка торта осталось. Я даже не знала, что и думать. Руслан не собирался уходить. И оказалось, что нас много тем для разговоров. Любит такую же музыку, как и я. И тоже много читала о самоубийствах. Что это значит? Это новый способ, чтобы вывезти ее, я надеюсь. Нет, никаких способов. Алина мне здорово помогла вчера. Это новость. Домашку дала списать? Да нет. На меня собака в парке напала. Собака? На тебя? Я ее не заметил. Думала с хозяина энергии вытащить. Он так смачно ругался по телефону. Мне бы на два дня хватило. И тут эта тварь с привязи сорвалась. Печально. А эта уродина здесь при чем? Я говорю, что я помогла. Она мне домой притащила, раны перевязала. И цветы, значит, утром. А может, она тебе понравилась? Да если ей понравилась. Я что, твоя собственность? Что ты, милый? Давай, вали к этой уродине. А я займусь ее дружком. Хорошо? Хорошо. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Лиз, мы с вами с друзьями в клуб собираемся. Не хочешь с нами? Иди ко мне. Ко мне. И что ты будешь делать, если я к тебе действительно приду? Друзья мои. Знаете, что я подумала? Что мы все о красоте да о красоте. Что такое красота? В конце концов. Некоторые парни предпочитают родин. Может, конечно, они чем-то особенны в постели. Или у них богатый внутренний мир. Слушай, заткнись, а. Алинка, я считаю, что ты обязательно должна принять участие в школьном конкурсе красоты. Раз уж ты такая популярная девушка. А я помогу тебе с группой поддержки. Какая же ты? Если ты еще раз кряпни что-то в ее адрес, будешь обендела со мной. Что? Что слышала? Ты предали. Я что-то пропустил? Мне кажется, что я что-то пропустила. Я была в шоке от Руслана. Совсем не ожидала, что он за меня заступится. Ты, наверное, хочешь спросить у меня, где у меня идти? Ой, это не правда, все нормально? Уродина гребаная! Ты что, с ума сошел? Что это было? Это ты с ума сошла. Нельзя так явно энергию тащить. Да не вытягивала я ничего. Блин, это все Гаврию Мудин. Что ты к нему пристала? Алина перестала подчиняться. Я чувствую, что все скоро закроются. Ты что, не увидел, что на стен газету никто не отреагировал? Я энергию не чувствую. Не отреагировала, потому что это было тупо. Тупо? Да они месяц назад бы ржали все. Нам нужно что-то делать, мы так подохнем. Это все это уродина. Да отстань ты от нее! Отстань. Это ее дружок. Они же знали друг друга до того, как он к нам пришел. Нам нужно что-то делать. А ты слюни распустил. Ой, достала ты меня, Лиза. Надо каким-то другим способом энергию искать, а не так, как ты это делаешь. Отношения Алины с одноклассниками стали меняться. Изменился и Руслан. Слушай, ты действительно больше не хочешь быть в Эльбе? Да, устал я. Постоянный поиск, постоянный сбор. Все не будут лучше. Сможешь мне помочь? Я все могу. Но ты знаешь, что все мой свои цена. Твоя цена, Алина, ты должен ее защищать. Алина? Ну почему она? Ты заслужил это. Ты причем ей слишком много в годе. Я... Я согласен. Я даже рад. Наверное. Послушай, Алин. Лиза. В общем, она не была не права с этой шести ангезетой. Не надо. Соткни от меня. Алина, постой. Почему ты прячешь лицо? Ты очень красивая. Соткнись. Послушай, давай сегодня в кино суток. Знаешь? Тогда дома мне казалось, что в Тибете хоть что-то человечное. Отстань от меня. Аль, что-то случилось? Шалка не в снах пристает. Только не взлись на меня, мне кажется, ты ему нравишься. Ты с ума сошел? Он же опять что-то задумал. Нет, не задумали. Он скоро очень изменится. Надо верить людям. Скажи, пожалуйста, ты что-то знаешь? Я же видела, вы о чем-то говорили. Да, знаю от него. Он сказал мне, что ты ему нравишься. Я тогда не поверила ни одному его слову. Наверняка Руслан говорил какие-то гадости. Просто говорил, не стал мне об этом рассказывать. В то время, когда Алина не знала, что на самом деле происходит с ее заклятым врагом, Лиза прекрасно все понимала. И решила самостоятельно разобраться с возникшей проблемой. Что? Что это было? Ветка. Я понимаю, что ветка чуть убила меня, если бы не ты. Я не хотел, чтобы ты ногой зацепилась. Боже, ну, наверное, сейчас будет звучать очень смешно. Мне кажется, ты мой ангел-хранитель. А говорила я своей верной? Нет, серьезно, подумай. Тогда на крыше и сейчас. Откуда ты такой взялся? Оттуда? Шутишь? Нет, я же ангел. Нет, серьезно, я от тебя вообще ничего не знаю. Откуда ты взялся? И кто твои родители? Это имеет какое-то значение? Нет, я просто хотела спросить. О чем? Ладно, ты не важный пустяки. Пойдем. У Алины был день рождения. И она впервые решила пригласить кого-то в гости. Алинушка, я так за тебя рада. А что это за мальчик? Почему ты никогда о нем не рассказывала? Мам, приятное время сама узнаешь. Ой, я так хочу с ним познакомиться. Да я сама не знаю, зачем пригласила его. Ведь я не была в любимом Гаврила, нет. Просто захотела, чтобы ко мне хоть кто-то пришел на день рождения. Куда торопишься? А что такое? Как бы у Алины сегодня день рождения. И что? Ну, поздравить бы надо. Точно. Я прямо сейчас пойду и поздравлю. Спасибо, братан. Давай, иди. И цветы не забудь. Привет. Я тут услышал, у тебя сегодня день рождения. Вот, решил зайти поздравить. Это тебя. Шла, набирайся. Алина, я же просто хочу поздравить. Шла, выходи. Здрасте. Здрасте. Какой симпатичный. Нет, не симпатичный. Набирайся. Алина, как же так? Вот так. О, это мне? Нет. А кому? Это ее родине? Перестань называть ее родиной. Ты что, с ума сошел? Зачем она тебе? Ведь энергию ты от нее больше брать не можешь. Она стену строит. А нам нужно что-то делать. Гаврилл нас уничтожит. Он сильнее. Отвали, а? Я проверила. Это все это чертова уродина. Я просто убью ее. А вот этого не смей. Слышишь? Не смей. Что, влюбился? При чем тут влюбился? Зачем тебе это? Нам нужна энергия, а не убийство. Тебе ясно? Ясно. Лиза так хотела уничтожить ненавистную одноклассницу, что решила прибегнуть к мании. Иди и убей себя. Иди и убей себя. Убей себя. На меня опять накатило такое отчаяние. Я поняла, что говорил, просто со мной поигрался. А Руслан... Я не могла ему поверить. Я даже захотела, чтобы он поскорее начал свои издевательства. После обряда, проведенного Лизой, Алина вновь решила покончить жизнь самоубийством. Словно почувствовав что-то неладное, Гаврил кинулся к дому девушки. Стой! Куда же ты так спешишь? Мы ведь так и не познакомились с тобой поближе. А ведь я так много о тебе знаю. Если знаешь, что лезешь. Ты хоть понимаешь, что творишь? Прекрасно понимаю. Лучше, чем тебе кажется. С тобой позже разберемся. Уйди. Куда же ты так спешишь? Неужели к нашей красавице? Что-то случилось? Жжет что-то. Посмотри, что же там? А что ты хотела? Все так, как и должно быть. Если с Элиной что-то случится, тебе будет еще хуже. Что же ты мне сделаешь? Убьешь меня? Нет, ты будешь жить еще очень долго. Поверь, мы никого не убиваем. Мы просто вздаем по заслугам. Алина, Алина, слезь оттуда. Я тебя прошу. Я вчера не смог прийти. Я попросил Руслана предупредить тебя. Руслана, ты бы еще Лиза попросил. Никого лучше не нашел. Алина, иногда мы сами не знаем, что для нас лучше. А уж ты, Руслан, так точно. А ты таки наш ангел-хранитель. Решаешь наши судьбы. Он лучше, чем кажется. Ты просто никогда не давала ему шанса. Пожалуйста, слезь оттуда. Это ведь не ты туда залезла. А кто? Это Лиза тебя туда отправила. Неужели ты просто ее марионетка? Да что ты такое говоришь? Лиза и Руслан – энергетические вампиры, о которых я же тебе и говорил. Точнее, Руслан был им. А сейчас? А сейчас нет. Вот Лиза решила вывести тебя из себя и отправила сюда. Да ты кто такой? Я не поверю ни единому твоему слову. Это было так странно, даже дико. Энергетические вампиры, то, что Руслан должен быть со мной. Конечно, не поверила. Это звучало бредом. Но я колебалась. Бывает же такое. Тогда я поняла, что я хочу узнать о Гавриле всевозможное. Найти ответы на свой вопрос. На следующий день Гаврил, как обычно, проводил Алину домой. Девушка сделала вид, что ушла, а сама отправилась за ним. Гаврил! Гаврил, ты где? Гаврил, что за глупые шутки? Мне было впервые страшно. Я совсем не знала, что за человек рядом со мной и человек ли. Слишком много всего странного было связано с ним. Потерпев неудачу с убийством Алины, Лиза вновь решила обратиться к старому другу и позвать его на помощь. Ведь вместе они намного сильнее. Что с лицом? Аллергия. Нужно с тобой поговорить. Не только. Я хочу, чтобы ты стал таким, как раньше. Не хочу быть таким, как прежде. Ты хочешь быть такими, как они, да? Твое дело. Это же мое. Я не хочу оставаться одна. Я этого не допущу. Слишком поздно. Ну да. Никогда не поздно. Привет. Привет. Слушай, а у тебя вечер свободен? Не знаю, а что. Ну и думала, может, мы в кино сходим? Я подумала. Ну подумала. Алина! Что с тобой? Не знаю. Неужели? Это твоя работа? Что? С Алиной. Понравилась моя маленькая шутка? Шутка, блин. Значит так, красавица. Еще раз что-нибудь подобное выкинешь. Я над тобой так пошучу, что у тебя чувство юмора до конца жизни пропадет. Шутница. Да пошел ты! Александр Иванович, подождите, пожалуйста. Я бы хотела спросить кое-что про Гаврила с 11-го А. Гаврил это что, какой-то новый школьник? Он откуда-то перевелся? Он такой низенький, темненький, с 11-го А. Стоп, у вас разве есть новенький? Его должны помнить. Вы сами его перевели. Ну, Гаврила с 11-го А. Невысокий такой мальчик. Слушай, ты ничего не путаешь? Я что-то не припомню такого. Вы же всех помните. Я всех помню, но... Извините, я просто не понимаю, о чем ты говоришь. Я не смогу. В тот день Гаврил не провожал Алину, как обычно, домой. И девушка возвращалась одна. Я бы сказал, обставить ее! Ты перешла все границы. Теперь ты будешь наказанной. Ты больше никогда никому не причинишь вреда. Ты будешь такая, как все. А-а-а! Что происходит? Лиза хотела выписаться с тебя всю энергию. Тогда бы ты умерла. Руслан, ты при чем? Я же тебе говорил, что он не такой, как она. Ему не нужна чужая энергия. А ты кто такой? Дома тебя нет. Директор тебя не знает. Ты мне правду. Мне пора идти. Куда? Вообще пора. Но мы обязательно еще с тобой увидимся. Не завтра. Через много-много лет. Я сделал то, что должен был сделать. У тебя теперь есть сильный защитник. Да что происходит? Я была уверена, что видела Гаврила в тот день. Последний раз. Мама, привет. Алинушка! Что ты с собой сделала? Мам, ты о чем? Ты в зеркало на себя посмотри. На следующий день в школе никто не заметил перемен во внешности Алины. Казалось, что она всегда так и выглядела. Словно из памяти учеников вычеркнули все события. Привет. Привет, Алина. Слушай, ты сегодня просто шикарно выглядишь. Спасибо. А где Гаврил? Ну, какой Гаврил? Ты о ком? Как какой Гаврил? Ты не знаешь никакого Гаврила. Кстати, ты помнишь? Мы сегодня в кино идем. Все получилось так, как и сказал Гаврил. Я теперь с Русланом, он очень хороший, нам здорово вместе. Иногда мне кажется, что эта история мне приснилась. Если бы не одна, но. Я с удовольствием смотрю в зеркала, и в моем доме полно света. КОНЕЦ КОНЕЦ